Выпечка здорового хлеба на закваске и домашний размол муки приобретают все большую популярность во всем мире. Свежая размолотая мука содержит намного больше питательных веществ, чем готовая мука, и она вкуснее. Хлеб на закваске, испеченный свежесмолотой муки, по вкусовым качествам намного превышает хлеб на дрожжах. Зерно дешевле муки и может храниться практически неограниченно долго. Мука же имеет ограниченный срок хранения, и при хранении теряет свои питательные свойства. Если вы хотите испечь хлеб из свежесмолотой муки, но у вас еще нет мельницы, и вы не знаете, стоит ли ее покупать, вы можете легко использовать для размола муки блендер. Итак, как мы размалываем муки. Я засыпаю в чашу блендера примерно одну чашку зерна, можно с горкой. Начинаю размол на небольшой скорости, у меня четвертая. Размалываю секунд двадцать, пока зерно из целого не раскрошится на крупные кусочки. Увеличиваю скорость до шести, еще секунд двадцать тридцать. Затем выключаю блендер и проверяю, не нагрелась ли мука. Если нагрелась, даю ей немного остыть. Затем включаю восьмую скорость. Секунд двадцать пять тридцать и опять обязательно даю муке остыть. Теперь на самую высокую, десятую скорость. Здесь может потребоваться проверить нагрев муки несколько раз. Чтобы размалываемая мука не нагревалась сильно, можно не торопиться и дать ей больше времени на остывание. Заканчивайте размол, как мука приобретает нужный помол, который проверяете, потерев муку между пальцами. Весь процесс у меня занимает отсела минут пять с остановками для остывания. Главное здесь следить за температурой муки, чтобы она не перегревалась, потому что при нагревании до высокой температуры может разрушиться клейковина. И надо ей дать остыть до комнатной температуры несколько минут перед тем, как класть ее в тесто. Муку я не просеиваю, использую прямо с отрубями, это полезнее. Но можно просеять, и получится более тонкий помол. Если муки нужно больше, процесс просто повторяется. Больше одной чашки зерна я обычно не кладу в блендер. Пробовала, размалывается неравномерно, дольше, и мука больше нагревается. Иногда, если еще планирую выпечку в ближайшие дни, размалываю муку сразу на несколько дней и храню в стеклянной банке. Вкусовые свойства терять мука не успевает. Как видите, времени тратится совсем немного, но результат будет потрясающим. И вы получите наслаждение от выпеченного хлеба из буки размытой. И вам, собственно, ручно успехов и наслаждения. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok